Рад приветствовать, с вами Вимер, и сегодня я хочу вам показать баги и игровые хитрости в нашей любимой игре под названием Stalker, о которых вы могли не знать. Ради примера я сам о многих недоработках не знал, надеюсь, что смогу вас удивить. Отдельное спасибо хочу сказать Евгению Ганюшину, который помог мне в поиске тех самых багов. И кстати, у него есть своя группа ВКонтакте, если хотите, можете подписаться, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Приятного просмотра. Первый баг будет в Зове Припяти, на бесконечный спаван амуниции, он работает в 90% случаев, но стоит упомянуть, что он не будет работать, если в диалоге нет ответной фразы. И еще, спаван Булата и шлема Сфера в Припяти входят в 10%, которые не работают. Как говорится, меньше слов, больше дела. Поэтому я вам сейчас на наглядном примере покажу, как оно работает. Идем к сталкеру Шила, который находится возле аномалии котел. У него есть коричь Петруха. В тот момент, когда Петруха попадает в аномалию, Шила дает нам аптечку, чтобы мы вылечили его. Но, мы можем с помощью нехитрой системы найти по себе аптечек. Тупо на халяву. Нажимаем на паузу. Потом на эскейп. Снова на паузу. Вжух, и диалог свернулся. И мы можем снова начать диалог с ним. И проделать ту же самую схему, сколько вам взбредет в голову. Такой баг можно пробовать проводить с другими сталкерами. Второй баг будет уже в чистом небе. И тоже на спаван амуниции. В самом начале, если вы конечно помните, будет совершена атака на фурпост. В последствии чего, нам дадут квест прийти к ним на помощь. А так как у нас нет вооружения, Суслов даст нам бесплатно стандартный комплект омундирования. Но, так как мы хацкеры и любим изломывать чужие жопы, мы берем и открываем консоль. Прописываем сейф 1, ну или что хотите. В принципе, главное, чтобы было написано сейф. После чего перезагружаемся и наблюдаем, что диалог остался. И такое можно делать множество раз. И хабар-то будет у нас. Так-то? Третья игровая хитрость будет снова в чистом небе. Но раз уж мы прибрахлились, то можно, в принципе, и поднять бабла. Но, нам придется много повоевать. Ну, как немного, среднее. Что нам нужно делать? Нам нужно выполнить первый квест, который дается после выхода с базы чистого неба. То есть, усилить присутствие чистого неба на болотах. Мы склоняем чашу в сторону чистого неба, чтобы квест усиления ченов выполнился. И нам за наши труды 3 косых. И нам за наши труды зачислят 3000 рублей. И тут вы спросите меня, а в чем, собственно, рофл? А в том, что мы разворачиваемся и идем убивать ченовцев, чтобы и стата стала меньше группировки ренегаты. И нам снова дали этот квест. И так можно делать не прям бесконечно, конечно. Потому что рано или поздно они станут врагами окончательно. Думаю, вы понимаете почему. Но в совокупности с надюпанным хабаром, думаю, выйдет неплохая сумма, кстати говоря. Ну и в завершении хочется добавить еще несколько багов. Они хоть уже и баянистые, но есть некоторые люди, которые до сих пор о них не знают. А мроли как раз таки на этом и специализируются. Поэтому поставь плюс в комменты, если ты знал про баги, которые я сейчас покажу. А если нет, то приятного просмотра. Хотя я уже потом говорил, но ладно. Обе игровые хитрости находятся в режим лесу. Первое это засада сталкера, в котором заплатил стрелок, чтобы они задержали шрама. Ну и собственно у последнего молодого человека можно слегка грубой формы спросить кое-что. И в откуп своей жизни он может дать нам наводку на тайник самого стрелка. Но ведь прикол в том, что езжать его можно бесконечно. Главное просто вовремя нажимать F. И все. Он постоянно дает наводку на тайник. Но стоит учесть, что дважды нельзя взять этот тайник. Нужно сначала взять координации, потом забрать хабар. И снова взять наводку. Ну если конечно тебе это надо. Ну а про второй баг даже сказать нечего. Его наверное знает каждый тушкан в зоне. Просто топаем к леснику, и он в награду после квеста найти компас дает нам улучшенный винторез. И нужно просто во время диалога нажать F. И все. И мы можем сколько угодно себе на спамить винторезов. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то поставь лайк и подпишись на канал. Мне будет очень приятно. И кстати, напишите в комментарии, какой для вас был самый полезный баг в игре. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok